Канун Международного дня театра. Ученикам гимназии номер три рассказали о тайнах закулисья. Под одной крышей дворца искусства располагаются три театра. Кукол драматический и музыкальный. История театрального комплекса берет свое начало в 1932 году. Он был возведен на месте мужского Покровского монастыря. Это было очень большое поселение монахов. И вот один из храмов этого монастыря у нас здесь показан в память о том, что когда-то на этом месте жили монахи. В театральном комплексе трудится несколько сотен человек. А поскольку театр начинается с вешалки, первым делом ребятам показали цех, где работают швеи. В драматическом театре сейчас жаркая пора. Идет подготовка к премьере комедии «Сон в летнюю ночь». Дети самыми первыми смогли увидеть костюмы, в которых выйдут на сцену актеры. Только для одной постановки нужно подготовить более 50 нарядов. Вы видите, какое большое количество эскизов. Наши швеи – настоящие художники. Очень часто они сами подсказывают художникам, какой должен быть материал, как он будет сидеть на актере, как он будет во время движения себя чувствовать, как он будет драпироваться. Ведь это очень важно, чтобы себя артист чувствовал очень комфортно на сцене. Еще один цех, без которого работа театра была бы невозможна – Бутафорский. Здесь изготавливают шляпы, парики и другие аксессуары, которые помогут зрителям перенестись в нужную эпоху или страну. В ход идут самые разные материалы и красители. Покрасила чаем. Посмотрите, какой божественный получился золотой цвет. А что вы делаете сейчас с этими париками? Украшаем розочки. Розочки. Ой, а покажите, пожалуйста, нам, как вы делаете розочку. Из всевозможных ленточек, обрезков ткани, кружева, умелые руки мастериц создают самые настоящие шедевры – причудливые головные уборы, украшения. В Бутафорском цехе дети с удовольствием остались бы на несколько часов. Слишком много всего интересного хранится здесь, куда обычный зритель никогда не попадет. Мне понравился цех, где делают разные вещи для артистов. Они вообще необычные такие. Я раньше думала, что большинство из них настоящее, но наоборот оказалось меньшинство. Но мастера умеют так их делать, что не отличишь. Допустим, парики, которые делают, они очень похожи на настоящие волосы. Прям так же отлично сидят. И я, когда была в театре, я даже не отличала. А вот сейчас, ну, все равно не могу отличить, но знаю, что там парики носят. Перемещаясь по лабиринту многочисленных коридоров театрального комплекса, ребятам посчастливилось увидеть главного режиссера драм-театра Зурабана на Башлили. Дети не растерялись и попросили автограф. Ну, перестаньте. Какой я автограф? Автограф! Автограф! На грузинском языке. Ой, ладно. А я наполовину грузинка. Ну, ты мой дорогой, а я на четверть. Заглянули, ребята, и в артистическую, но совсем ненадолго, чтобы не мешать актрисам готовиться к спектаклю. Здесь они повторяют роли, приводят себя в порядок и здесь же проводят свое свободное время между репетициями. Не успев, как следует все рассмотреть, дети отправились в Святую Святых на сцену. В этот момент заканчивался демонтаж декораций Вологодского театра, который приезжал на гастроли. И сразу же началась подготовка к предстоящему спектаклю «Боинг-боинг». Расположившись в зале, ребята задали вопросы, которых за время экскурсии накопилось немало. Один из них касался традиций в театре. По сцене нельзя ходить в первые обуви, как это назвать, в уличные обуви. И это святая традиция. Я специально сказала, идите вот краешком, да, потому что артисты ведь на сцене валяются, лежа, они едят со сцены, бывает пьют, то есть они лицом падают на эту сцену. И это место святое. Никогда артист в сапогах зимних или там, неважно в чем, на сцену не пойдет. А еще в театре нельзя грызть семечки, иначе не будет зрителей. А ведь только для них существует театр. Между спектаклями в Дворце искусства кипит работа. Нужно выставить свет, настроить звук, выполнить десятки других дел. И все ради того, чтобы придя в зал, зрители смогли спокойно сесть в удобное кресло и насладиться действием на сцене.